К другим темам. Сегодня последний день, когда можно было подать налоговую декларацию и избежать штрафов. Наша съемочная группа отправилась в инспекцию по Октябрьскому району Новосибирска и убедилась, толпы желающих отчитаться о доходах лишь в самый последний момент не оказалось. Сибиряки оказались не только исключительно добропорядочными налогоплательщиками, но при этом еще и активными доносчиками. Кого сдают налоговикам, выяснил Вадим Муравьев. Свежеотремонтированный офис налоговой больше похож на современный аэропорт. Те же стойки электронной регистрации, зал ожидания с уютными диванами, улыбчивые девушки, детский уголок с карандашами и меловой доской и неизменный голос электронной барышни, приглашающий не на рейс, на встречу с налоговым инспектором. Все хорошо, все улыбчивые, все хорошие люди. Люди, сдававшие квартиру в наем, получившие наследство или дорогостоящий подарок, выигравшие в лотерею или заработавшие на скачках курса валют, дававшие частные уроки пения или иностранного языка. Все те, чьи доходы не зависели от официального работодателя, здесь не коротко, но ясно, налогоплательщики. Удивительное дело, большинство из присутствующих пришли не отдавать часть кровных, а получить причитающиеся у государства. По статистике сравнивать, то, например, на сегодняшний момент, лиц, которые сдали декларацию, обязаны были сдать декларацию, их декларации 3100 штук. Тех лиц, которые хотят получить деньги, то есть в связи с получением вычетов, их уже 9 тысяч, больше 9 тысяч. В итоге бюджет вернет жителям только одного района Новосибирска 367 миллионов рублей. Хотя и эта сумма не окончательная. Даже в этой очереди те, кто не знает, как получить тот самый вычет и сколько причитается. Ну, хотелось бы решать по телефону вопросы, а не приезжать сюда. По телефону никакой информации не дают, говорят, приезжайте, мы все заняты, в окна. Вот-вот сидим в окна. Сидеть в окна приходится не больше 10 минут. Это если все в порядке с документами. А проблемы с ними могут начаться неожиданно. Как выяснилось, новосибирцы бьют рекорды по числу доносов на тех, кто доходы скрывает и налоги не платит. В прошлом году на стол начальника инспекции Кляус на соседей, сдавших жилье, например, ложилось не больше двух в месяц. Теперь десятки ежедневно. И, похоже, датская поговорка о неизбежности двух вещей смерти и уплаты налогов станет вполне российской. Вадим Уравьев, Алексей Андробаев. Новости РНТВ Новосибирск.